Религиозные лидеры играют важную роль в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. Как передает канал 13, об этом заявил патриарх московский Ивсея Руси Кирилл в традиционном рождественском интервью телеканалу «Россия». По словам главы Русской Православной Церкви, у него есть надежда на то, что в регионе окончательно воцарится мир. Это следует из позиции, которую занимают церковные и религиозные власти Азербайджана и Армении. Он напомнил, что Русская Православная Церковь ранее инициировала обсуждение Нагорно-Карабахского конфликта с участием председателя управления мусульман Кавказа Аллах Шукюра Пажазады и католикосов всех армян Горегина II. Было проведено несколько туров переговоров, в результате которых о многом удалось договориться. И я думаю, главный итог этих переговоров заключается в том, что два религиозных лидера, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом. И этот разговор был очень спокойным, в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения. И происходило это потому, что именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. «А что такое духовное состояние? Какая сила возьмет верх? Сила мира, любви, спокойствия или сила зла? От этого и будет зависеть поведение людей», — поведал патриарх Кирилл. «Поэтому роль религиозных лидеров важна. Мы ее не преувеличиваем, но и не преуменьшаем», — подчеркнул предстоятель Русской Православной Церкви. Он добавил, что во время таких переговоров стороны достигали конкретных результатов по обмену пленными, отказу от использования религиозных символов и мотивации, что означало выведение религиозного фактора из этой области, и в результате было существенно понижен возможный градус противостояния. Патриарх заверил, что Русская Православная Церковь готова также принимать участие в этом процессе, делать свой миротворческий вклад в решение Нагорно-Карабахской проблемы, которая пока приостановлена благодаря присутствию российских миротворцев. «Дай Бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны», — заключил он. Ваше святейшество, всем известно, что долгое время вы принимаете участие в мирном процессе между Баку и Ереваном. Причем делаете это вместе с религиозными лидерами, как Азербайджана, так и Армении. Вот сейчас случился конфликт обострения, новая конфликта в Карабахе. Слава Богу, теперь там наши миротворцы. Перспективы какие? Будет ли мир? Как вы считаете? У меня есть надежда на то, что мир будет. И я отталкиваюсь от позиции церковных и религиозных властей, как Армении, Карабахе, так и Азербайджана. Вы знаете, что Русская Церковь инициировала обсуждение карабахской проблемы с участием католикоса всех армян и с участием Верховного муфтия Верховного мусульманского лидера Азербайджана Паша Заде. Мы провели несколько туров таких переговоров и о многом договорились. И я думаю, что главный итог этих переговоров заключается в том, что, во-первых, два лидера религиозных, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом. И этот разговор был очень спокойным в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения. Хотя у каждого были свои аргументы, и эти аргументы честно высказывались, выражались, но не сопровождалось, знаете, то, что называется скрежетом зубовным, когда эмоции захлестывают и когда диалог превращается практически в словесное сражение. Ничего подобного никогда не было. И происходило это потому, что именно религиозные лидеры несут в полной мере ответственность за духовное состояние своего народа. А что такое духовное состояние? Какая сила возьмет вверх? Сила мира, любви, спокойствия или зла. Вот от этого и будет зависеть поведение людей. Поэтому роль религиозных лидеров важна, и мы ее не преувеличиваем, но и не преуменьшаем. И вот во время этих переговоров достигались их совершенно конкретные результаты. Допустим, обмен пленными. Неиспользование религиозных символов или религиозной фразеологии, религиозной мотивации для того, чтобы вдохновить противоборствующие стороны. И вот выведя религиозный фактор из этого противостояния, мы, конечно, понизили значительно возможный градус этого конфликта со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, не преувеличивая роли религиозных лидеров, ни в коем случае не следует и игнорировать эту роль. Церковь русская готова также участвовать в этом процессе, смогут и дальше общаться с друг другом и вносить свой миротворческий вклад в решение очень непростой проблемы, которая, к сожалению, в настоящий момент могла быть приостановлена только силой присутствия российских миротворцев. Вот дай бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил в том числе и присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова